Когнитивно-поведенческая терапия И с тревожностью, паническими атаками Он связан с эмоциональным аппаратом нашего восприятия реальности С чувствами, в основном с правым полушарием Ведь что такое депрессия? Это негативное восприятие реальности Это пассивность Это навязывание себе чувств вины Это агрессивность в адрес окружающих Неприятие критики Это лень Не хочется ничего делать, действовать Наверное, депрессией в той или иной степени страдают многие У многих тревожность Вот так, беспричинная тревожность И все это влияет на психику человека Вот в этом ролике мы будем заниматься эмоциями и чувствами Мы уже проделали ряд упражнений на это И я вам скажу, что вы, в восприятии внешних обстоятельств, реагируете не так, как я Вы можете даже на этот осенний лес, на это пробивающееся солнце сквозь ветви реагировать иначе Я радуюсь А вы? А вы огорчаетесь чему-то Комары кусают И вот эта оценка, эта яркость восприятия Она предопределена поведением человека Его осознание Вот она, когнитивно-поведенческая терапия И мы занимаемся тем, что учимся владеть эмоциями, создавать эти эмоции Я записываю вот эти ролики Недалеко, несколько дней назад записал три ролика по пять минут подряд И потом оказалось, что звук не прошел Я вам своей внучке, десятилетней, спрашиваю Сколько ты думаешь времени я огорчался на то, что затратил столько сил и усилий И звука нет Она так подумала, а она вот тоже как-то сейчас воспринимает это все негативно Ну, такое у нее поведение Говорит, минут десять, пятнадцать понимаю, что я позитивный человек Я говорю, ровно десять секунд Потом их удалил и записал другие Еще лучше Вот оно, мое восприятие на потерю этого времени, труда, усилий А другие, да более мелкие какие-то потери, более мелкие проблемы возводят в ранг того, что это конец жизни И вот поэтому мы занимаемся с вами как бы научением, расширением палитры наших эмоций, чувств и восприятия Смотрите этот ролик И приобретайте этот фильм И вы научитесь реагировать на череду нейтральных событий вокруг вас С позитивной, конструктивной точки зрения Смотрим дальше Обращайтесь ко мне по скайпу Подписывайтесь на мой канал Я вам знаю, как помочь